Космос очень близок к Новочебоксарску. Его дома носят имя Валентины Терешковой, первой женщины-космонавта планеты Земля. Жители помнят Андриана Николаева, дорогого гостя строящихся предприятий и организаций города, в честь которого названа библиотека, центральный стадион, хоккейная команда «Сокол». В 1961 году в городе появилась библиотека имени Юрия Алексеевича Гагарина. Многие космонавты посетили наш город. В музее истории города была организована выставка, приуроченная ко дню космонавтики. Это выставка реактивного типа. Мы очень надеемся, что эта выставка будет пополняться вашими воспоминаниями, историями, какими-то моментами. К сожалению, мы не все здесь показали, потому что некоторые факты надо дополнить. Некоторые материалы нужно обработать. Мы, к сожалению, а может быть к радости, пока над некоторыми материалами работаем. Представлена подборка книг и журналов, рассказывающих о первооткрывателях космической эры. О героях-космонавтах, смело покоряющих просторы Вселенной. На выставке представлена научно-популярная литература о космосе, показанная история развития космической отрасли. Особое внимание на выставке уделено материалу о визитах космонавта Андриана Николаева в Новочебоксарск. Среди жителей города много людей, имеющих отношение к космосу. Кто-то, как, например, Вячеслав Яковлевич Платонов, служил на Байконуре. Сергей Петрович Егоров служил в Плесецке. Также на выставке выступили члены велосипедного движения «Солнце на спицах», которые ежегодно проводят велозабег с Новочебоксарска до родины нашего земляка-космонавта Андриана Николаева – село Шоршелы. Открытие выставки «Новочебоксарск. Космос» было сюрпризом. Гости присутствовали при эффектном старте ракет прямо с территории музея. Ольга Лазарева, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова